Иван Константинович Айвазус Иван Константинович Айвазус восхищался героизмом и отвагой русских моряков и гордился опытом и талантом наших знаменитых флотоводцев, со многими из которых был знаком лично. В 1849 году он принимает участие в смотре кораблей Черноморского флота, проводимым императором Николаем I. Это великолепное зрелище настолько врезалось в память художника, что в 1886 году он напишет картину, посвященную этому событию, наполненную торжеством и чувством гордости. Солнце стоит высоко в небе, яркими слепящими бликами отражаясь в воде. Переливается серебром дорожка, бегущая по небольшим волнам. Легкие вытянутые облака плывут по бледно-голубому небу. Вдали, в мягкой золотисто-седой дымке, видна панорама Севастопольской бухты. На холмах раскинулся белый город. На горизонте тают нежные синего-то-синие очертания гор. На палубе парохода фрегата «Владимир» стоит император Николай I, принимающий парад, внимательно углядывающийся в приближающуюся эскадру. Недалеко от него, рядом с адмиралом Лазаревым, стоят Ахимов, Истомин, Корнил. Сосредоточены их лица, руки сжаты в кулаки, глаза, не отрываясь, пристально следят за движением кораблей. А перед ними в величественном клеваторном строе, расправив паруса, стремительно и легко идет гордость и слава России. Черноморский флот – один из сильнейших на южных морях. С тихим шипением режут небольшую волну форштевней, оставляя с собой пенный след. Смотрят в небо высокие мачты, несущие на себе, наполненные ветром полотнища, ярко-белые на солнце или голубовато-пепельные в тени. Гордо развиваются на ветру бело-синие андреевские флаги. На пушечных палубах открыты трассные порты. Видны готовые к бою пушки. Солнечный свет подчеркивает белизну полос на бортах. Под устремленными вперед бушпритами на носах судов отчетливо видны расправившие крылья и углавые орлы. Задавая темп, возглавляет колонну «12 апостолов», линейный корабль, несущий на себе 130 пушек. За ним идут не менее знаменитые парусники, принимавшие участие в Крымской войне. Команды выстроены вдоль борта. Идеальная выучка. Ни один корабль не выбивается из строя. Ни один парус не потерял ветра. Быстрокрылые чайки, спутники моряков, кружатся над волнами. Чтобы подчеркнуть значимость момента, художник выбирает сдержанные краски. Серые, стальные, синие, холодные, голубые, спокойные, оливково-коричневые. Картина наполнена светом и воздухом. Она так реальна, что мы чувствуем свежий морской бриз. Слышим крики чайки, плеск рассекаемых волн. Ощущаем громаду и великолепие парусов над морем. Пенится за бортом морская вода, меняющая свой цвет от серебристо-стального подсолнечным светом до темного, свинцово-сизого в тени. Но преобладающие серые оттенки вносят печальные нутки. Через несколько лет все эти красавцы будут затоплены в Севастопольской бухте, переграждая дорогу английским кораблям. Можно долго любоваться этими парусниками, запечатленными на полотне, я вспоминая русских моряков и флотоводцев, которыми мы гордимся до сих пор. Севастопольская бухта Севастопольская бухта